Привет, бойцы! Сегодня мы подводим итоги первой уникальной своем роде TikTok викторины совместно с Pringles. В конце этого видеоролика вы узнаете победителя и обладателя годового запаса чипсов Pringles, а по ходу этого ролика вы узнаете ответы на все вопросы викторины и людей, которые первыми ответили на них верно. Давайте не будем долго ходить вокруг да около и перейдем к первому вопросу. Как называется кодекс самурая? И правильно, вот с этим здесь было Бусидо, и правильно на него ответил Керасанчик, и он зарабатывает один балл к себе в копилку. Следующий вопрос, он не менее интересный. Что означает Бусидо? И тут правильный ответ будет Путь Воина, и правильно на него ответил Боженька Один. Странно, что человек с таким ником не знал бы ответ на этот вопрос. Едем дальше. Какого типа самураев никогда не существовало? Тут ответ был очень простым. Это Кюгуруми, это совершенно не относится к видам самураев. И правильно ответил на этот вопрос Керасанчик, и у него уже два балла есть, и он уже почти что заработал годовой запас чипсов. Следующий вопрос. Что из этого самурая использовали в качестве основного оружия? И тут правильный ответ будет Дайсё, и правильно ответил на него Антон19922009. Такой вот ник у человека, и он зарабатывает свой первый балл. Кого изображали самураи на своих шлемах, чтобы внушать ужас врагам? Тут все тоже очень просто. Это демоны, демонов изображали они, и правильно ответил у нас первым Керасанчик, и, собственно, уже три балла в его копилочку. Следующий вопрос. Война войной, но какое увлечение было еще распространено среди самураев? Вы, конечно, знаете, что бы выбрала я, но правильный ответ поэзия, и правильно на этот вопрос ответила Сибиря Даша, и она зарабатывает свой первый балл. Следующий вопрос. Был ли хоть один настральниц, который стал самураем? Тут ответы были простые. Да, нет, или Том Круз? И, естественно, ответ да. И правильно опять ответил Керасанчик. Уже четыре балла в его копилке. Ну, это уже, извините меня, конец первого блока, и безоговорочный победитель первого раунда. Но мы подводим итоги по всей викторине, поэтому не расстраивайтесь. Еще у кого-то есть шанс забрать годовой запас чипсов. Это 200-однокоробочка, между прочим, я вам говорю. Как официально зовут персонажа, изображенного на упаковке Принглс? Следующий вопрос. И тут правильный ответ Джулио Спринглс. И правильно написал название, имя персонажа, человек с ником OPN209, и твой первый балл. Вот он, пожалуйста, держи. Убирай. Следующий вопрос был довольно-таки сложный. Очень много людей отвечали на него неправильно. Точнее, правильно, но не полностью, потому что мы засчитываем только полное написание правильного ответа. Следующий вопрос был, как называется формат чипсов Принглс? И тут правильный ответ будет алгры... Алгоритмический параболоид. Правильный ответ будет на этот вопрос. И первым правильно. На самом деле, на последней секунде ответил Blackjack. И вот твой заслуженный балл. Blackjack. Следующий вопрос. В скольких странах сейчас продается бренд Принглс? Тут ответ простой. Его было легко написать. 140. И керасанчик успел сделать это первым. Следующий вопрос. Сколько вкусов Принглс существует? И тут ответ, кстати, шокирует. На самом деле, 200. И правильно ответил на этот вопрос первым. Adidas 2.0.2.0.1. Поздравляем тебя. Вот твой заслуженный балл. А, кстати, сколько вкусов чипсов Принглс вы знаете и пробовали? И вам кажется, что он ваш любимый. Пишите в комментариях, кстати, внизу под этим видеороликом. Кто из знаменитых сейчас актеров снимался в рекламе Принглс? Будучи молодым. Следующий вопрос. И правильно ответил здесь будет Брэд Питт. И первым правильным имя Брэда Питта написал человек с ником Bad Purple. Bad Purple. Твой первый балл. Поздравляем тебя. Какой вкус Принглс самый популярный? Тут ответ очень простой, потому что вы видите его на экране. Это сметанный лук. И правильно ответил человек с провокационным ником на самом деле. Но Киодей говно. Вот такой у него ник и вот твой заслуженный балл. Идем дальше. Дальше у нас начинается блог про Варфейс. И тут, наверное, все, кто смотрит этот видеоролик в нашем официальном сообществе ВКонтакте или на Ютубе, знают правильные ответы на эти вопросы. И так звучит он так. Вопрос следующий. Варфейс скоростной онлайн шутер с четырьмя классами и одним особым бойцом. Какого класса в игре нет? И тут, естественно, логичный ответ, что там Киста у нас нет. И не знаю, будет, не будет. Ну, пока что нет. И, наверное, хорошо. И правильно ответил на этот вопрос первым Киросанчик. Ну, тут просто вопросов нету. К этому человеку знает ответы на все вопросы. Следующий вопрос. Вселенная Варфейс довольно большая, однако кто никогда не посещал ее? И тут, естественно, логичный ответ зомби-фашисты. Сложно было написать. Я вижу всем название. Правильное. Правильный ответ. И, честно говоря, никто верно так и не написал. Но, правильный ответ зомби-фашисты. И мы продолжаем дальше. Какого вооружения никогда не было в игре? Тут, естественно, диско-пушка. И правильно ответил опять Киросанчик. Какой челлендж запустил Варфейс в ТикТоке? Тут тоже все очень просто. Покажи Варфейс. Многие участвовали, кстати. Я не участвовала. Но, надеюсь, что вы поучаствовали. Потому что было прикольно. И правильно ответил на этот вопрос и первым, главное. User. 5, 5, 2, 5, 0, 3, 2, 7, 1, 8, 1, 6, 2. Молодец ты, красавчик. Вот твой балл. С помощью какого транспорта бойцы прибывают на миссию? Тут ответ боевой вертолет. И правильно ответил на этот вопрос опять Киросанчик. Ну, у меня комментариев больше нет. Осталось нам два вопроса добить. И предпоследний. Кто главный враг бойцов Варфейс? Ну, тут мы все знаем, что это наемники Блэквуд. И правильно написал ответ Маст Русик. Поздравляем тебя. И последний, заключительный вопрос. Новое событие в игре называется Темный Самурой. А как называлось предыдущее? И тут все просто. Это Блэквуд и Смех15 первым ответил на этот вопрос правильно. И что мы имеем по итогу? По итогу мы имеем, что человек с ником Киросанчик набирает наибольшее количество баллов и зарабатывает себе годовой запас чипсов. Это так просто оказалось на самом деле. А всем остальным не расстраиваться, потому что среди всех участников викторины, которые хотя бы один раз ответили правильно, будут разыграны еще 400 внутриигровых призов. Как их получить мы напишем очень скоро в наших социальных сетях. Подписывайтесь на них, если вы еще не подписаны. С вами была Кира Бракенская. Пока и до новых встреч. Участвуйте в викторинах ТикТока.